Расширенная видеокольпоскопия – это диагностический метод, который представляет собой осмотр наружных половых органов, стенок влагалища и влагалищной части шейки матки при помощи специального аппарата – видеокольпоскопа. Данная методика позволяет диагностировать иктопию шейки матки, полипы, кандиломы, папиломы, лейкоплакию, эритроплакию и предопухолевое состояние. Данная процедура обеспечивает раннее выявление онкопатологии, что в дальнейшем увеличивает шансы на более благоприятные исходы. Процедура расширения видеокольпоскопии проводится в смотровом кабинете. Пациент поусаживает на гинекологическое кресло, доктор вводит зеркала и проводит осмотр шейки матки. Затем шейки матки обрабатываются слабым раствором уксуса и после этого, через несколько минут, осматривают при помощи видеокольпоскопа. Делают снимки, которые выводятся на экран компьютера. После этого шейки матки обрабатывают раствором глюколя и также потом осматривают при помощи видеокольпоскопа. Данные снимки также сохраняются на компьютере. Процедура занимает не более 10-20 минут. После процедуры мы рекомендуем пациентке воздержаться от половых контактов 1-2 минут. Показания к проведению расширенной видеокольпоскопии. При выявлении патологии по результатам мазков на онкоцитологию, при выявлении подозрительных участков при осмотре в зеркалах, профилактических целях для ранней диагностики заболеваний шейки матки, для диагностики папиломовирусной инфекции, а также контроль лечения патологии шейки матки. Наиболее благоприятными для проведения процедуры расширенной видеокольпоскопии считаются дни после окончания инструации. Несколько дней до проведения процедуры рекомендуется воздержаться от половых контактов, а непосредственно перед самой процедурой рекомендуется опорожнуть мочевую пузырьку. Этим показанием для проведения процедуры является послеродовый период в течение 40 дней, а также 6-8 недель после хирургического лечения шейки матки. Преимуществами расширенной видеокольпоскопии является то, что метод безболезненный. Прибор увеличивает изображение более чем в 30 раз, и это позволяет диагностировать даже самые мельчайшие изменения. А также мы можем сохранять изображение, что позволит нам оценивать динамику после лечения заболеваний. Мы рекомендуем проводить процедуру расширенной видеокольпоскопии каждой женщине один раз в год. Я надеюсь, данное видео было вам полезно. Если у вас появятся какие-то вопросы, пишите, мы обязательно на них ответим. Всем хорошего дня, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok